Каменные кресты Креста такой мощный, каменный Он под наклоном появляется из земли Местные жители говорят, что этот крест появился сначала чуть-чуть над землей в виде маленького камушка Но с каждым годом он поднимается все выше и выше, где-то на 2 см в год И вот в таком состоянии мы своими глазами увидели его Это не первый каменный крест здесь в турове, который поднялся из-под земли Еще есть несколько крестов, которые находятся в местных церквях К этому чудо-кресту приходят и местные жители И приезжают люди со всей Белоруссии и из ближайших областей Украины Для того, чтобы подержаться за него, помолиться здесь, загадать свое желание И чтобы желание сбылось Вот такая традиция завязывать красивые яркие ленточки и платки В городе Турове чудо-кресты появляются со временем и не в одном том же месте Мы увидели еще один маленький крест каменный, который с каждым годом, как сказали местные ребята Поднимается из-под земли И вот люди тоже здесь чувствуют какую-то энергетику, какое-то особенное место И приходят сюда, молятся, загадывают свои желания, просят у Бога И оставляют на память тоже ленточки и платочки Вот такой маленький крест Сейчас уже поздно, церковь закрыта Но через ограду мы увидели один из каменных крестов, который здесь появился из-под земли И его полностью подняли и перенесли на территорию церкви Вот такой величины вот эти кресты Город Туров второй по возрасту город Белоруссии после Полоцка Он, по летописным данным, основан в 980 году Также он являлся центром раннего христианства в Киевской Руси И являлся очень сильным конкурентом княжествам Киеву В городе Турове родился знаменитый святой Кирилл Туровский Который был поэтом, летописцем И по некоторым версиям он является автором повести временных лет Ну, хотя это не доказано В городе Турове было найдено самое старое евангелие на территории Белоруссии Евангелие 10 века Очень интересное, уникальное место Под этим красивым зданием находятся развалины первого большого монументального храма в городе Турове Который был построен в 11 веке, но в 1230 году был разрушен сильным землетрясением Сейчас он накрыт и находится под охраной Министерства культуры Белоруссии